Встречайте, Александр Родинович! Приветствуем вас, Александр! Здравствуйте! Здравствуйте! Я вот даже не знаю, как можно предварить то, что вы будете показывать. Этот навык вы когда-то уже применяли? Ну, только если на учёбе, когда весь класс шумит, и тебе нужно вычленить информацию учителя. Ну, хорошо. Способен ли человек различить один из десятков одновременно звучащих голосов? Проверим вместе с Александром Родиновичем. Итак, задание. Добро пожаловать в наш колл-центр. Здесь мы обрабатываем заявки от удивительных людей по всему свету. О чём тут только не разговаривают. Ну что, я прошу, во-первых, занять места всех сотрудников колл-центра. Сейчас Александру предстоит найти голос одного из двадцати операторов. Но сначала ему надо познакомиться с тембром и спецификой этого голоса. Я попрошу звёздных гостей назвать номер оператора, с которым мы проведём эксперимент. Ну, то есть, кого-то надо выбрать, кого будет запоминать наш гость. Давайте номер девять попробуем. Просто вам нравятся цифры? Цепочка, цепочка мне нравится. Вам нравится? Цепочка. А это наш самый высокооплачиваемый сотрудник? Да, да. Ну, прекрасно. Ну, а теперь? Теперь надо какую-то калибровку провести, как я понимаю. Нужно как-то познакомить нашего героя с тембром и спецификой голоса. Александр, вы готовы? Да. Я попрошу номер девять представиться, что-то поговорить. Добрый день. Меня зовут Арсений, мне 20 лет. Я работаю в колл-центре всего лишь год. Однажды мне звонил Евгений Папунашвили, и мне пришлось на протяжении пяти часов придумывать фамилию сложнее. Но, к сожалению, безрезультатно. Папуна Ишвили! Мы отнимем цепь, Жень. Мы уменьшим на два звена. Хотите повторить этот текст для того, чтобы произвести на Евгения более приятное впечатление? Он спать не будет? Да. Да, прошу вас. Добрый день. Меня зовут Арсений. Мне 20 лет. Я работаю в колл-центре всего лишь год. Однажды мне звонил Евгений Папунашвили, и я на протяжении пяти часов пытался придумать фамилию сложнее. Однако, безрезультатно. Вау! Так, но я надеюсь, что для Александра этого достаточно, чтобы запомнить. Да? Да. Вы готовы к эксперименту? Да. Ну, прошу. Прошу туда надевать наушники. В наушниках у Александра, ну, как раз вот весь этот будет звук, микс всех говорящих. Ну, потому что у нас в студии нет возможности качественно передать звук, и к тому же есть опасность, что придется оборачиваться. Все у него в наушниках, вот. Теперь все 20 операторов начнут общаться одновременно, Александр попробует услышать, о чем говорит оператор с выбранным номером. Прошу вас, операторы, принимайте звонки. Итак, Александр готов? Ну, хорошо. На ваш взгляд, о чем и что говорил выбранный оператор, голос которого вы уже слышали? Его фраза... Александр Витальевич. Вы ни за что не... Я ставлю сток одному, что вы не поверите, кто он звонит. Ага. Да, я не поверю. Но давайте проверим. И проверка вот какая. Пожалуйста, сейчас все операторы начнут снова говорить, и в какой-то момент я попрошу нашего звукоинженера убрать все голоса и оставить только, ну, нашего откалиброванного оператора. Давайте еще раз начните. Все хором. Три, четыре. Убирайте все голоса, оставляйте только... Здравствуйте, Александр Витальевич. Ставлю сток одному, что вы меня не узнали. Ну, ровно этот текст на экране компьютера у нашего оператора. Ну, с первой попыткой Александр справился. Круто. Продолжим? Да, прям круто. Давайте. Ну, давайте. Ну, выберите какого-то еще оператора. Я все хотел вот увидеть их живьем. Тех людей, которые звонят. Они живы сейчас, вы можете... Звонят вот это. Вы звоните каждый день. У вас есть минутка? У вас есть минутка? Не сильно вас отвлекают? Так, можно выбрать, да? Да, но, подождите, у вас тактильный выбор должен быть? Да. Хорошо, Женя. А можете сказать что-нибудь просто? Добрый день. Добрый день. Слишком очевидно. А вы? Добрый день. Тоже узнаваемо очень. Скажите что-нибудь. Добрый день. Угу, добрый. Ну, и как-то... Да, все. Добрый день. Все нормально? Добрый день, да. Александр, мы сделали уже следующий выбор. Готовы послушать оператора? Да, давайте. Да, хорошо. Будьте любезны, поговорите. Добрый день. Меня зовут Василиса. Мне 23 года. Я работаю в колл-центре всего лишь 3 дня. Но за это время мне поступило огромное количество звонков с одним и тем же вопросом. Где посмотреть все выпуски шоу «Удивительные люди»? О-о-о. Мы иногда используем эксперименты в целях саморекламы. Нормально, да. Так незаметно. Начинаем принимать звонки. Поехали. Александр готов. Стоп, спасибо большое. На ваш взгляд, Александр, что говорил выбранный оператор? Фраза была «Зачем же вы так переживаете?» Скоро в продаже... Либо скоро в продаже, либо уже в продаже выпущено пособие. Как забыть то, что вы запомнили с помощью мнемотехники? Какой непростой текст вообще. Ну что, вы уверены, это так? Ну и тогда давайте снова колл-центр, а потом весь звук убираем и слушаем только одного выбранного оператора. Прошу. Ну и оставляйте одного. Ну зачем же вы так переживаете? Скоро в продаже появится пособие «Как забыть все, что запомнил с помощью мнемотехники». Браво! 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 Это удивительно. На самом деле удивительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова